всем привет друзья в этом уроке я расскажу вам как выровнять viewport или точнее подогнать вид в окне проекции под объект который находится под каким-либо углом когда в окне проекции есть какой-либо объект повернутый к нам углом его довольно неудобно редактировать мы можем попытаться выровнять его покрутив мышкой окно проекции но это вряд ли нам даст ожидаемый результат и для того чтобы выровнять его как можно быстрее и ровнее и точнее для этих целей служит вспомогательная сетка или grid но прежде чем приступить к созданию вспомогательной сетки которая поможет выровнять viewport 3d max по отношению к этому повернутому объекту необходимо зайти в меню grid and snap то есть вот это вот привязочка до правой кнопкой мышки нажимаем попадаем вот в этот раздел здесь выбираем обязательно вертексы для привязки и заходим подраздел user grid здесь мы видим что напротив надписи activate grid win created галочка снята и и надо обязательно включить это позволяет автоматически перестраиваться на активную сетку закрываем эту менюшку если этого не сделать урок у вас не получится хотя есть и другой способ без включения этой галочки но обо всем по порядку и так у нас сцене есть произвольный объект и мы хотим развернуть развернуть viewport относительно этого объекта как будто мы смотрим прямо на и на него да для этого мы заходим в командную панель вот это вот командная панель create раздел create и меню helpers нажимаем helpers и здесь находим нашу вспомогательную сетку grid нажимаем ее но для построения не забываем включить галочку auto grid она позволяет привязаться именно к той плоскости на которую мы указываем вот видно как стрелочки меняет свое направление ну и давайте построим в любом направлении зажимаем кнопку мышки стрелка указала сюда мы видим да что не туда именно сюда значит ось будет строиться сетка вернее вспомогательная будет строиться вдоль этой оси построили можем включить привязку или кто когда работает можем не включать ну это необязательное условие потом мы заходим меню настройки viewport of и здесь находим пункт extended viewport сойдя сюда мы находим категорию видов grid и вот здесь есть один пункт отличный от других он называется display planes остальные пункты нам известны по обычным видам окон проекции до front back top bottom left right нам нужен иди именно display planes нажимая на него мы видим что наш объект расположился в окне viewport а именно по этой построенной сетки и теперь мы можем взяв обычные инструменты перейдя допустим вершины и изменять размеры объекта да и он будет изменяться точно по направлению нужной оси то есть если бы смотрите переходим в другие окна и мы видим да что если бы мы наш объект хотели бы редактировать так то этого у нас бы не получилось то есть объект скосился бы или пошел бы не по той оси да благодаря вот этому приему мы теперь можем ровненько его как нам надо отредактировать теперь рассмотрим проблемы которые могут возникнуть у многих учеников если бы мы не включили вот эту вот галочку то смотрите чтобы произошло давайте снова встанем в окно перспективы удалим пока вспомогательную сетку и попробуем построить так же самым опять заходим меню create helpers выбираем grid автогрид и допустим строим вот здесь вот нашу сеточку вот мы ее построили да теперь переходим опять в extended viewport grid нажимаем display play и что мы видим мы стали по отношению вот вот к этой сетке то есть активно эта сетка и чтобы мы не делали мы всегда опять будем возвращаться к ней то есть нам не удается перейти именно на этот вид почему смотрите в чем еще заключается до 2 способ то есть первый способ был включить здесь галочку но если же вы ее не включили вы вполне можете активировать ее правой кнопкой мышки то есть построили сетку вспомогательную нажали правую кнопку мышки и здесь нажали activate grid уже она активировалась вот activate grid раз эта сетка видите превратилась какого вида сетку вот теперь зайдя в extended viewport grid displaying planes мы попадаем в этот вид viewport а из этого урока вы узнали как выровнять вид во вьюпорте 3d max относительно объекта расположенного под углом вставляйте свои комментарии под этим видео подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо за внимание всем пока